всем привет меня зовут саша это канал вязание начинаю записывать свой влог очередной еженедельный значит какие у меня вообще новости я прошу прощения у меня окно открыто надеюсь вам это не сильно помешает не будет тут прям очень сильно шумно значит сегодня у нас воскресенье не помню какое число но не суть важно в общем то у меня тут готовые работы но единственное что еще как это не до конца готовая потому что вы этого нету у некоторых товарищей в общем давайте начнем в прошлом блоге я вам показывала шапочку вот она у меня постирано вот целом неплохая шапка но тактильно мне честно говоря не очень нравится вот поэтому себе я такую конечно вязать не буду но цвет обалденный если честно вот по поводу цвета вообще ничего нельзя сказать за цвет можно конечно много много чего простить данные шапки но и останется бирку прицепить и все шапочка будет готова значит напомню что я вязала эту шапку из газа рок-н-ролл цвет подпишу нету бирки у меня под рукой вот цвет красивый в матке он смотрится намного проще а вот когда в полотне ну мне например очень нравится прям супер и в общем то вот на такую вот шапку бени это получается где-то 55 50 даже 9 примерно 58 ушло полтора мотка даже чуть чуть меньше и получается еще пол моточка я связала вот такую вот повязку мне последнее время очень нравится повязки именно платочной вязкой они какие-то такие милые как-то так симпатично смотрится но это обычная абсолютно платочная вязка да я вязала и шапку и этот самый на три с половиной мне нравится она достаточно по плотности так неплохо ну платочка чуть-чуть повязка просто еще не стирана и поэтому не могу судить прям как вот она будет смотреться после но вот это после стирки на три с половиной я все-таки вязала опытным путем я пришла голоду что это три с половиной а я там рассказывал в прошлом влоге до что у меня . это путаница со спицами но в общем в итоге вот это тоже я вязала на три с половиной и закрывала как обычно там дошивать и все остальное вот но пол моточку буквально вот уходит на такую повязку это вот на мой размер 57 ну то есть 54 55 56 57 даже мне кажется на 58 можно принципе натянуть ну понятно что этот как называется натяжение будет разная на разный объем вот мне нравится мне кажется неплохо понятно что не на морозы естественно но вот так вот чисто уши прикрыть добежать там не надо магазина или еще чего-то очень 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 симпатично смотрится она такая фактур ненькая даже муж подошел у меня и такой посмотрел бы тут уж такой цвет красивый вообще суперский вот ну хотя в принципе мы фиолетовый что он что я мы любим этот цвет ну вот в общем-то таки одна уже прям полноценно готова работа одну еще надо сейчас вот постирать я просто думаю перед видео не буду чтобы уже тут мокрого этого мокрую мы что-то не вам не показывать вот и что буквально вот только только закончила это носочки для одного человека не футберск раз для какого потому что возможно этот человек смотрит вот значит это обычные абсолютно носочки значит очень таким простым узором это этот как он называется заборчик вот ну и все и такие просто разные на пяточка на смысле другим цветом это очевидно да тут как бы ничего рассказывать вот в общем-то это пряжи лана gold классическая который 240 на 100 вот мне нравится для именно домашних носков они как тапочки получаются да то есть ну какие-то такие вообще без проблем единство только тут что-то перетянула надо подтянуть в общем-то смотрится убавки разными хотя абсолютно идентичны но не суть в общем в общем то здесь что резиночка один на один самый обыкновенный я набрал 36 петель вообще вот где-то на тридцать там 6 37 36 петель я получается набираю на три с половиной я вижу а вот на там 38 39 40 41 42 я набираю 40 петель ну то есть на 4 больше как раз она получается отлично но они такие достаточно свободного ты то есть я вот у меня 37 размер ноги даже 36 где-то с половиной они вот здесь вот именно знаете я ну короче вставляю носки которые я вязала да по описанию рукоделки на очень классные носки а сейчас их ношу дома там ботинки все но они знаете такие по ноге ну прям четко по ноге сидят я таки не очень люблю мне все таки я люблю когда их спокойно могу быстро снять одеть да не надо там колупаться отковыривать от ноги вот поэтому вот эти вот носочки ворона вам привет передает не знаю слышали вы не слышали чтобы бойко каркает под окном значит мне нравится именно для домашних носков чтобы они были такие свободненькие эти принципе такие вот и получается они не очень длинные я думаю вы видите длину пагалинка то есть он не ну не какой-то удлинён это обычно такие ну чуть выше обычного стандартного носка вот ну что все просто дал бы узор заборчик пятка забытая пятка мне последнее время нравится именно вот на вот этой пряжи на lana gold потому что на тонкой пряжи чуть мне не очень нравится вот она lana gold вообще классно смотрится то есть если давайте я вам оставлю ссылку до по которому я смотрела ну вот там особо то смотреть ничего но именно принцип вот но единственное чем этот метод не очень хорош что как бы если это не там не мой размер ноги или тот размер который я уже вязала то получается мне нужно сначала вывязать как бы пятку ну то есть сделать эту дырочку до грубо говоря потом провязать пятку и примерить потому что когда просто так вот то не очень понятно но иногда вот я помню я вязала до этого пару пар и я ошиблась получились великоватые вот и поэтому ну как бы один носок то есть провязываешь пятку сначала потом меряешь да и уже по меркам ну первого носка вяжешь как бы второй носок вот но это принципе знаете как методом научного тыка то есть один-два раза примерил ну и принципе у нас же не сто пятьдесят восемь миллионов размеров ног да то есть там вот эти подойдут на где-то 30 я думаю 5 ну 35 наверно великовато чуть-чуть будет 36 37 37 с половиной вот так примерно вот ну и получается те которые я вязала я взяла свекрови на тридцать восьмой о нет на тридцать девятый размер ноги а свекру я вязала на 42 по моему вот поэтому ну по большому счету то есть если бы пару пар связать до пары 3 то в общем то можно сделать диапазон и это будет вполне себе ну вот и обычная то есть здесь вывязывается самым простым способом и сама пятка и мыслок что я очень много вам про носки рассказываю как будто никто не умеет их вязать но честное слово но в общем короче самые простецкие сначала убавки через два ряда потом идут через ряд потом в каждом и здесь на пятке я оставляю по одной петле здесь я оставляю по две петли ну и просто этот сам можно их шить петля петлю но я не люблю этот метод я люблю просто с как-то называется втягивание вот он смотрится как бы ну может кто-то скажет что топор но как бы домашние носки честно говоря меня абсолютно устраивает я не вижу здесь никакого топора аккуратненький такой носочек получается вот если вдруг смотрит кто-то из носочных гуру напишите как вам мне кажется вполне ничего конечно без блокаторов они смотрятся знаете ну весьма комично но на блокаторах очень даже ничегошные вот если вдруг кто-то недавно подключился блокатор делал мне муж вот своими золотыми руками чему честно ну очень конечно благодарна ему потому что блокаторы которые мне нравятся стоят просто километр какой-то денег да но китайские они очень такие зазубренными с какими-то зацепками и всеми остальными делами поэтому даже 2 доллара жарко жарко да вот но вы поняли короче поэтому делал муж и я ему прям очень благодарна ну знаете вообще хорошо когда у мужчины руки с 1 с это растут с правильных мест вот в общем то все до по готовым работам это все в принципе так таки ударненькие у меня а получились выходные вот я уже говорила да что сегодня воскресенье вот то есть принципе завтра начинается рабочая неделя и как раз но получается вот эту пара я связала минуту еще одну пару связать тоненьких ну конечно они будут не так быстро эти эту пару я начала вчера вечером пока там ну уложила малого туда-сюда и присела связала один носок и получается вот час вот за дневной сон я связала практически весь носок и получится пятку и мысок я вот довязывала сейчас буквально то ну не знаю минут двадцать вот кажется быстро ну поэтому тут как бы нету замысловатых узоров но опять же опять же ладно в общем что-то долгое вот так что все такие вот у меня делишки так начинается мой влог и в принципе моя неделя очень так продуктивно я считаю поэтому пойду вязать дальше вот скоро наконец-то я доделаю инструкцию я надеюсь мне надо отфотографировать еще потому что что тут то света то еще чего-то вдохновения нету ну поэтому я надеюсь что тоже это будет продуктивная история и если вдруг кто-то ждет до теста то на этой неделе будет пост инстаграме пишу где-то тут инстаграм вот поэтому следите если чего пишите все я а знаете что не все такая уже трендуха ну ужас просто я хотела вам сказать огромное спасибо за обратную связь по поводу лазерной коррекции честно сказать мне очень вообще просто безграничная благодарна каждому кто мне писал и в комментарии и в директе в личку да потому что ну каждого свой опыт практически у всех он положительный но у некоторых он был отрицательный это тоже очень важно потому что ну как это предупрежден значит вооружен да и соответственно я ну все таки определилась что я буду делать и 26 часа в субботу когда непосредственно выйдет этот влог я с утра поеду уже ну на диагностику на консультацию если все окей там глаза у меня нужного нужной модификации то во второй половине дня мне сделают операцию вот поэтому я конечно жду немножечко честно говоря жим-жим но так найти спокойно вот но разрешила надо сделать потому что чуть тянуть сделал и все и как бы отошел и этот как он называется зорький сокол вот так что такие дела все вроде бы я вам все рассказала поэтому огромного спасибо за обратную связь это действительно очень важно и вообще на самом деле полезно вот все пошла я дальше вязать делать все свои дела вам желаю прекрасной рабочей недели да кто вынужден идти на работу желаю вам отличной погоды хорошего настроения и тогда до следующего включения пока пока девчонки всем привет я тут собралась помыть голову это называется коротко об объеме моих волос это кто спрашивал да как вообще выглядит вот это волосы выглядят у меня до помывки вот такие вот они пушистые причем что это я даже их немножечко еще знаете так немножко пригладила чтобы они в общем-то себя прилично как-то вели и выглядеть не так страшно как вообще это да ну вот вот как то так 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 что у кого вьющиеся волосы и такой же объем объем невероятный объем вы мне помашите в комментариях потому что честно говоря я бы хотела наверно с кем-то поделиться своим объемом его как-то занадто много так что все пойду убирать этот объем приветики быстренькое включение пока у меня сохнется сохнется сохнет голова я как-то спрашивала поводу я не спрашивала мне писали несколько раз в директа что-то покажите ваш уход и так далее в общем и я спрашивала в комментариях до девочки писали что там отдельное видео на рано не стоит а просто но рассказать о том как это быстренько чем пользуюсь я чтобы можно было в принципе знать в общем я решила сделать такой супер экспресс даже камеру честно говоря не ставила потому что ну буду очень быстро рассказывать чтобы никого не утомлять потому что я не бьюти блогер но и в принципе я честно говоря не хочу переходить на эту как это на 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 эту тему то есть такое быстрое включение значит смотрите здесь все белорусская белита витекс вот по моему все да как бы есть у меня там еще парочку моментов но опять же там то как это сказать закончилось то еще что то если что-то вдруг будет по ходу я вам буду вставлять фотографии значит смотрите давайте быстренько вот эти вот вот эта серия вообще в целом неплохая да то есть мне вот нравится больше всего это пилинг и маска у кого такая ну не то что проблемная кожа такая знаете комбинированная есть там черные точки пор и бла 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 вот это вот очень классно они наносится там 5-10 минут буквально ну я уже раз третий покупаю мне очень нравится именно вот пилинг и маска я делал сначала пилинг и потом маску вот поэтому ну обратите внимание вот так вот вот так вот вот такое солнышко выскочила поэтому я решила что надо быстро 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 так значит едем дальше значит маски на то есть у меня принципе маска было конечно больше но и стоишь и как это что есть в общем вот это вот не могу сказать что прям вау супер-пупер неплохо такая прям советовать ее честно сказать не могу как вот эти например две ну вот значит дальше вот это вот в принципе сама по себе серия неплохая то есть тоже присмотритесь у кого есть какие-то такие вот вопросики с кожей не в плане там жестких высыпаний всего остального а скорее пост до такой акне и так далее плюс поры расширены ну вот это вот грязевая в целом неплохая но ее надо держать около 20 минут она пахнет так и в общем сероводородом но в целом неплохая вот эту вот я тоже могу отнести категории но рекомендую вот стоят они вообще каких-то смешных денег вот вот это вот я вообще не поняла честно говоря ни о чем как белой краской намазюкался походил и что-то вообще короче вот это вот получше но так не вах вот это вообще ни о чем значит в ежедневный мой уход вообще я пользуюсь косметикой и фрошем я сейчас хочу уходить просто для того чтобы кожа немножко отдохнула но разговор не об этом я пользовалась раньше вот этой вот серии вот она называется aqua active по моему как-то так это витекс значит я пользовалась кремом потом там умывалка тоник что-то там еще какая-то сыворотка или что короче вот эта серия очень классно для тех она для всех типов кожи но это знаете такое хорошее увлажнение то есть если нету каких-то особенных проблем или как вот основной такой уход и какие-то там моменты добавлять ну вот короче вот это вот серия вообще суперская на самом деле мне очень нравится она реально такая увлажняющая вкусно пахнет нету какого-то липкого эффекта то есть но единственной зимой крем скорее всего такой знаете немножечко легковатый то есть не хватает им питания всего остального но на мой личный вкус вот а для лета это прям вообще суперская история короче вот эту вот всю серию могу рекомендовать это вот у меня просто такой сейчас дежурный крем значит и вот то что сейчас у меня в основном уходе это вот белитовский тоже это для кожи вокруг глаз ну тут конечно красиво все написано я не могу сказать что прям он вау но с другой стороны мне не так много лет чтобы я прям видела знаете какие-то возрастные изменения но увлажняет хорошо и в принципе вот эту вот серию это новинка в белите вот поэтому ее вроде как хвалят я не пользовалась ну вот только вот эти вот крема принципе хочу попробовать он огромный честно говоря 20 миллилитров то есть его пыцкать не запыцкать вот значит и еще смотрите вот такие вот штуки я мне кажется уже про них рассказывала это солнечная серия я уже сто лет ими пользуюсь когда еще была не замужем с родителями да то есть мы покупали это вот тоже белита серия солярис есть вот kids для деток есть просто да плюс там есть еще какой-то антицеллюлитная но мне кажется это все разводос но тем не менее есть просто чтобы вы знали в общем вот это вот прям суперская для деток есть там 20-30 взрослая серия идет 50 самое большое или 70 я не помню есть как это водостойки есть не водостойки вот крем сливки вот эти вот после загара они прям бомба я сто восемьдесят пять раз сгорала ну я принципе особенно раньше вообще была фана от солнца то есть я не могла лежать в 12 часов пластом еще там маслом для загара намазаться ну знаете чтобы быть как курагриль вот это сейчас хоть какие-то мозги появились в плане того что это мягко говоря не полезно вот поэтому но если сильно сгореть то не надо там заниматься ерундой сметаной там вот это ерунда вот здесь потому что здесь идет масло облепихи аллое и пантенол причем пантенол здесь насколько я понимаю прилично и он реально очень хорошо спасает да то есть я помню ну так наверно раза три конкретно сгорела прям знаете такое красное даже прям ну как ожог в общем короче но тут главное не то что один раз намазался и сидишь ждешь с моря погоды здесь надо там каждые полчаса жирненьким слоем он охлаждающий такой даже немножко но как будто бы сморозца вот в общем вот это вот история очень классно и в принципе вот эту вот серию она стоит недорого но по сравнению там с другими какими-то сериями я имею да не билитовскими другими там у карниер и так далее да то есть она недорогая но очень действенная защитка классные вот после на загар есть еще кстати детская тут уже принесла вот такая вот детская крем молочко она такой очень легенькая для детей вообще супер потому что нету этого супер такого знаете жирного что надо 15 минут стоять ждать пока он там высохнет так далее быстро в движении на мазюкал малюлю еще и она побежала вот это вот солнечная серия мне очень нравится рекомендую и декоративка блески я вам уже показывала я вот им попользовалась мне нравится очень это витекс но его тоже можно убить и купить принципе не знаю как в россии у нас билета витекс это как бы в одном в общем продается вот этот цвет 803 он такой очень-очень лайтовенький сейчас я думаю вы блёсточку легенькую видите вот и одна из моих любимых тушей это вот белета ну красиво конечно называется лакшери орган ойл в общем на самом деле здесь классная щеточка она такая сейчас я если получится я раскрою она идет силиконовая я честно говоря раньше силиконовой кисточки не признавала вообще давай фокусируйся дружище короче ладно неважно в общем она силиконовая вот и как-то вот я попробовала эту тушь и я прям влюбилась в неё вот именно мне нравится с органовым маслом есть еще такая серебряная но что мне не очень вот это вот короче золотая она тоже какая-то недорогая стоит два с половиной что ли доллара или сколько она стоит сейчас не знаю цен в общем очень классная хорошо разделяет подкручивает объемчик ну в общем все как как надо мне кажется нам девочка вот я вам ставлю еще одну тушь пышные реснички от релуи это уже не берет она тоже наша белорусская такая передовая в общем-то косметика вот очень классные пышные реснички у меня мама пользуются я всегда вот ей покупаю там или передаю или когда она приезжает она покупает вот так что в общем то там все штуки для волос мне не идут у меня волосы специфические в тонках не то что специфические но мне белита не идет у меня как будто бы знаете болит голова от нее вот для тела мне они такие знаете очень легкие то есть но мне кажется там мало именно увлажняющих компонентов то есть так чисто пец-пец и все кожа съела вот какая-то декоративка именно белита ну вот только если блески ну и вот соответственно туши прям там тенями не нравится да то что такое лаки тоже ну как я пользуюсь с гель-лаком да и то есть сама ничего не делала вот в общем то это основное да что и вот есть сейчас мои косметички если я что-то еще повспоминаю я вам естественно вставлю но вообще вот это это прям класс особенно вот эти вот маски этот и вот это прям супер ну и вот это вот еще серия вот все 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 бьюти минутка закончилась ну все с анджелой дэвис мы разобрались поэтому пойдем сушиться в общем то всем привет друзья у нас сегодня вторник дату я естественно не помню но это не суть в общем то я продолжаю вязать свой свитер ну и свитер смысле свой а на заказ вот первое первый бублик так хорошенечко худеет вот ну и соответственно я уже тут отделила петли рукавов и вяжу теперь тело вот я провязала получается вот только вяжется ну относительно быстро главное набрать темп в принципе тут то вязать нечего вяжешь себе по прямой и все вот пока конечно так смотрю он такой немножко корявенький вот но принципе не могу сказать что мне это не нравится то есть мне интересно посмотреть как будет пряжа после стирки вот я естественно специально не взвесила мне кажется что здесь в районе ста с копейками грамм вот потому что пряжа очень-очень легенькая ну посмотрим в общем то как это все дело будет интересно по расходу потому что мы когда я покупала у даши в общем то она мне горела расход на свой свитер ну похожего да только другой цвет у нее был вот но там какие-то вообще смешные смешные расходы вот поэтому пока что специально ничего не взвешиваю хочу посмотреть уже в готовом изделии вот значит что еще я тут заказала пряжу нужно если это я не заказала пряжу это мне магазин которым я заказала положил нынче модные вот эти вот неоновые ниточки да это мерино стопроцентно насколько я поймала нагата в бобинках сейчас продается вот такие короче эти кислотные цвета я к таким очень спокойно но я знаю что сейчас это прям письк-письк в общем этого сезона этой зимы мне кажется ну по моему с прошлого еще сезона ну вот мне положили так сказать попробовать пожамкать пощупать ну вот как вы относитесь к таким цветам напишите мне я сразу же на них смотрю мне знаете эти этикетки которые такие ярко там лимонные ярко зеленые зеленого вот кстати нету там мне бы его положили но там оставалось совсем немножечко поэтому ну уже как бы не это не раскрывали вот ну еще я получается вот заказала пряжу сейчас я вам покажу или не покажу одной рукой не будем сильно шебуршать в общем-то за поступил на тут заказ такой оперативный вот это лана гата супер софт ну до стопроцентный меринос да я думаю что принципе все в курсе этой пряжи вот здесь 50 грамм сколько там по моему 25 метров если я не ошибаюсь до 125 метров вот цвет 146 это такой очень красивый правильный бежевые знаете то есть ну на самом деле я честно говоря так немножечко не то что побегала за этим цветом но не во всех магазинах он есть то ли он супер популярный но я думаю что скорее всего потому что это такой очень красивый беж именно ну на мой вкус правильный беж да потому что есть беж там с карамелью беж куда-то в серый а это такое прям ну единственное мне кажется он чуть-чуть чуть-чуть насыщеннее совсем капелька вот два моточка шапочка будет обычная что это будет тыковка только без отворота ну вот так что сейчас буду оперативно вязать потому что у меня на субботу я не помню говорила не говорила в субботу с утра у меня консультация да и может быть во второй половине дня мне сделать операцию на глаза по лазерной коррекции но есть я думаю что первое это время мне вряд ли можно будет вязать и что-то там сильно напрягаться поэтому мне в идеале вот за эти дни связать постирать и уже отвести девушки но я думаю что это принципе не такая большая проблема вяжется быстро но единственное что так как это одна ну если без отворота да и я думаю что я буду просто спицы помельче возьму обычно я где-то 325 вот вижу такие шапочки или три с половиной но я думаю что 325 буду скорее всего вязать вот так что покупала в магазине лавка софи бай ну интернет магазин да у них по моему оффлайна нету я периодически у них покупаю не могу сказать что это прям мой топ всегда по заказам но очень хорошо девочки работают вот и я же говорю положили вот мне тут попробовать доставка быстрая ну то есть короче в общем то это просто на заметку тем у кого вот лана гата кто пользуется принципе у них сейчас хорошая цена вот так что ну обратите внимание я оставлю ссылки в этом самом в инфобоксе вот но для ценителей их для ценителей я пряжу покупала за свою денежку поэтому просто вам рекомендую хороший магазин вот все на сегодня принципе все новости больше особо мне ничего нету буду сейчас вязать шапочку и чуть чуть посмотреть на а я кстати знаете что наткнулась ну как наткнулась у меня в инстаграме в сохраненных есть папка сериалы девчонки пишут посты да и там советуют что-то я себе сохраняю потому что ну не всегда есть время сразу там пойти посмотреть очень короче я то сейчас смотрю сериал как это это русский сериал нас его называется челночницы в общем подвязание это просто супер он особо не обременен каким-то там как это интеллектуальными моментами то есть такое российское мыло я его так называю да но он просто прикольно что 90 этом рынок все дела ну из названия понятно в общем ну хотя я и родилась девяносто первом году я наверное скорее всего это вот и не особо застала ну в смысле в осознанном возрасте вот но это очень ну мне лично прям вот зашло зашло конкретно там русские актеры достаточно известный такой хороший актерский состав поэтому кто вот ищет знаете чтобы вот вязать и там сильно не напрягаться вот и больше слушать чем смотреть вот возьмите себе на заметку челночницы на ютюбе я нашла прям все серии первого сезона в одном ну как не даже не плейлист а просто как одно большое видео это очень удобно вот так что ну короче рекомендую для тех кто любит такие вот иногда российское мыло посмотри посмотреть поплакать поржать попереживать вот иногда очень хорошо заходит вот все все новости вам рассказал тогда до следующего включения всем привет очередное включение у нас уже сегодня четверг если я не ошибаюсь и хочу вам показать свои практические итоги этой недели потому что я думаю что сильно за сегодня за завтра я прям не продвинуть значит первое что хочу вам показать и убрать из кадра эта шапочка которая вот была связана на заказ пряжа ланагата супер софт 146 цвет вот очень красивая она просто еще мокрая но я бы сказал прям конкретно мокрый и только ночью постирала когда закончила вот это обычная шапочка тыковка в один как-то сказать ну короче без отворота вот она на камеру смотрится конечно огромная но она в живой абсолютно нормально это на обход на обход головы 55 вот мне очень нравится как смотрятся петельки как они ложатся я вязала на 325 чтобы она была плотненькая и набирала 112 петель плюс 1 вот но если вдруг кому-то это будет полезно потому что вопросы по набору петель всегда присутствуют вот поэтому обычная шапочка у меня ушло даже чуть чуть меньше чем полтора матка вот так что рекомендую всем эту пряжу она конечно не самый бюджет но по качеству очень-очень толковая а значит что еще хочу показать я вам все время забываю показать не знаю почему то ли я жадену что в общем вот у меня такой появился ежедневник вообще он у меня появился уже достаточно давно но это я все тюха матю хочу то его жили вам показать значит моя подружка на день рождения мне подарила вот такой вот именной ежедневник он получается деревянный то есть это деревяшечка значит мой получается фирменный ну как логотип что ли да значит здесь пожелание не буду вам показывать ну и соответственно вот просто листочки то есть сюда потом листочки можно будет вставлять что мне очень нравится что принципе они там не про линейные не про клетчатые да то есть это удобно рисовать и соответственно вот он такой толстенький на вместительный вот поэтому такая у меня записная книжечка но как это сказать я всегда к канцелярии отношусь почему-то так странно мне всегда жалко ее использовать вот как для фотки там да и вот положить так смотрится красиво написать мне всегда почему-то очень жалко не знаю уже вроде бы не маленькая девочка могу себе позволить купить записанные книжки но не знаю почему это видимо как там всегда красивые эти страны чки в детстве покупаешь и потом прям так бережешь и до какого-то случая вот поэтому такая вот штука очень ну прикольно если вдруг вы там ищите кому-то какой-то подарок то обратите внимание честно не знаю где что заказывала и так далее просто вот как идея для подарка очень такая классная штучка записная вот а значит но это вот конкретно по такому отступлению от вязания просто сопутствующая красивая штука мне кажется на фотках она будет смотреться классно темненькая такая милая вот ну и соответственно свитер мой он потихоньку продвигается не могу сказать что я семимильными шагами но честно говоря как это сказать я уже говорила в предыдущем да то есть мне надо было связать шапочку быстро для того чтобы я могла завтра в пятницу отвезти клиентки вот потому что не знаю когда следующий раз могу повязать ну так быстренько да вот и соответственно я вот сейчас весь упор буду делать на этого товарища в идеале конечно зовут сегодня и завтра вывязать полностью тело в принципе не так много тут осталось но я буду конечно очень стараться вот это пока еще вот первый бублик до который я извязываю еще ничего пока что не наматывала но еще вяжется быстро я уже мне кажется много что про него сказала так что не буду конечно сильно повторяться вот принципе все по новостям все никаких новых проектов я больше не начинала носки мужу который вам показывал я распустила благополучно потому что я не попала в размер вот то есть так они вроде как тянутся неплохо но мух мух муж не может надеть их на ногу поэтому я понимаю что надо просто набрать больше петель и не дуриться вот 55 петель это было конечно немножко как-то промечиво хотя по расчетам по остальному это было всего ну как бы прилично вот так что скорее всего я буду набирать 66 чтобы вписать в раппорт узора но посмотрим опять же еще мне надо немножко посчитать поэтому я набрала 60 по моему 6 петель и провязала буквально первый ряд поэтому тут даже прилично вам это дело показывать все отчиталось от тараторила погнала вязать пока ребенок спит вот поэтому все хорошего всем дня до следующего включения ну что последнее включение пятница у нас 25 число я сижу рядом с календарем могу тут поумничать немножко в общем я вывязала практически все тело в бежевом до свитере вот перешла уже на резинку провязала буквально два ряда 2 на 2 вяжу резиночку но она будет достаточно такая длинная то есть ну быть это я думаю что ну может сантиметров 10 плюс минус может быть чуть меньше посмотрю вот немножко мне осталось но надеюсь вот за сегодня я это дело закончу чтобы у меня остались только рукава вот поэтому что хочу сказать я а кстати да я тут намотала извините я тут намотала 2 бублик вот у меня честно говоря еще ну остается пряжа но это на рукава естественно вот так что короче расход очень очень толковый вот и что и что четыре нитки ну все как это ничего не меняется вот на резинку решила вязать на три с половиной потому что мне не нужно чтобы это была полноценная резинка ну который растягивает это скорее резинка для ну как сказать просто как обработка до чтобы она перекликалась непосредственно с горловины где-то моя горловина но вот вот то есть горловина разойдется после стирки на будет более такая ну растянутая у меня на принципе нужно чтобы она более такая расхлябанная была плюс выбиться пух и как раз вот чтобы она перекликалась с низом ну и соответственно манжеты на рукавах то же самое будут резинкой 2 на 2 ну и такие соответственно не сильно прям сжатые вот так что надеюсь у меня все у меня все получится вот и все ящина отвезла шапочку которую показывал в предыдущем вам включении вот жду от клиентки чтобы она отписалась потому что ее на месте не было отдавала там ее коллеги вот надеюсь все подойдет и все будет нормально вот так что все отлично все идет по плану вот тестовая группа набрано я уже это отписалась девочка мы уже в общем то мы скоро начинаем ну сейчас пока там по пряжи по всем 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 каким-то нюансам идут моменты но в общем в общем в работаем так что все я желаю всем отличных выходных желаю здоровье и хорошего настроения я надеюсь что я не сильно пропаду уже смогу снимать вообще видео даже если это будет не влог потому что я думаю вряд ли мне удастся что-то прям сильного показать но скорее все это будут болталки но опять же не знаю как будет не буду загадывать так что все всем всего хорошего спасибо большое за просмотр если вам понравилось видео ставьте пальчик вверх и тогда до следующих видео пока пока